Может настать тот момент, когда мои нервы просто не выдержат. Это видео жительница Уральска Надежда Солодовникова сняла 18 декабря. Запись отправила местному журналисту. Поднимающая жилищный вопрос женщина заявила, что в случае ее смерти ответственность будет лежать на местных чиновниках. Я не хочу ничего, я просто добивалась справедливости. Но так как копнула слишком глубоко, теперь вот получаю со стороны чиновников вот такую ерунду. Прошу тебя, сохрани это видео. И если что-то со мной случится в моей смерти, винить только наших чиновников. 55-летняя Солодовникова утром 19 декабря сообщила своей соседке, что ее терпение закончилось. Она выпила уксусную кислоту. Женщину доставили в реанимацию городской больницы. Солодовникова пыталась приватизировать квартиру в доме, куда она переехала из аварийного жилья. 10 лет назад Акимат переселил 150 семей из ветхого жилья, предоставив им арендные квартиры. По словам жильцов, власти обещали передать недвижимость в собственность, но так и не сдержали слова. Жители выходили на протесты и оставались неуслышанными. Люди все просят вернуть собственность. По словам журналиста Злата Удовиченко, которая с Аладовникова отправила видео, женщина на протяжении пяти лет пыталась решить вопрос в правовом поле. В начале декабря вышла на пикет. Затем столкнулась с давлением. Она в последние несколько дней вообще не выходила из дома, потому что, по ее словам, у нее возле дома дежурила полиция, по словам ее соседей в том числе. Якобы даже приходили в подъезде дежурили возле квартиры. И она вообще не выходила из дома. Она человек очень деятельный, активный. Для нее это, конечно, было очень серьезным испытанием. Дня четыре, может быть, даже больше. В местном онлайн-издании вышел негативный материал о Солодовниковой. В публикации ее назвали мошенницей. Сторонник Солодовниковой называет это клеветой. Их жилье забрали, на их жилье уже построили другие дома, а людям не выдали ничего. То есть, понимаете, это как бандитизм, больше ничего не назовешь. Она просила по остаточной стоимости ей выдать ей квартиру. Все, это социальный вопрос. Это не политический вопрос. В Акимате отказались от комментариев вокруг ситуации. Полиция завела дело доведения до самоубийства. Кто подозреваемый, неизвестно. В больнице сообщили, что Солодовникова в сознании. Ее состояние остается тяжелым. ВУЧ- комментариев. ПОТОРБИЕ, КЛУС remainedير вновь. ПОТОРБИЕ. Продолжение следует...